Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня я вам готова рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Погодный Армагеддон. В сети появилось видео, как с офисного здания срывает крышу. Самарские бойцы в Поднебесной впервые российским военным предстоит показать все, на что они способны китайским товарищам. Деликатный подход. Главную городскую площадь отремонтируют с учетом пожеланий самарцев. Новое сообщение о жертвах урагана в Тольятти. Пострадал двухмесячный малыш. По предварительной информации, он находился в коляске, когда налетевший ветер вырвал ее из рук матери и перевернул. Ребенок выпал и ударился головой. Напомню, ранее сообщалось о том, что с торгового офисного центра сорвало крышу. Это случилось примерно в час дня на улице Дзержинского. Видео с авторегистратора появилось в сети только сегодня. Площадь обрушения составила 500 квадратных метров. Было разбито около десятка машин. Кроме того, к врачам поступили 70-летняя бабушка и ребенок, на которых упали ветви деревьев. Резкое изменение погоды вчера также наблюдалось и в Самаре. В центре города прошел град. Сегодня в Самаре самый жаркий день за последнее время. Температура воздуха поднимется до 26 градусов. Но передышка будет недолгой. Уже сегодня и вечером синоптики предсказывают сильные порывы ветра, кратковременный дождь, грозу и даже град. А на всю ближайшую неделю дожди. Пока до победы. Им далеко, как до Китая. Но они настроены решительно. В Шиханах стартовал первый этап всеармейского конкурса «Безопасная среда. Индивидуальная гонка». В нем приимут участие лучшие команды из каждого военного округа, в том числе и самарцы. Лучший по итогам конкурса представит страну на армейских международных играх в Китае. Подробности в нашем сюжете. Задача рядового Константина Куклина сегодня взять пробы воды, травы и грунта. Образцы нужно доставить в лабораторию для анализа. По ним эксперты смогут определить, опасно ли находиться в этой зоне. Военнослужащие проверяют, содержат ли эти ящики радиационную активность. С помощью спецприбора из шести необходимо выбрать два. Конкретные экипировки довольно-таки сложно. Это все делать в противогазе. Жара, мороз в разной среде. Но справляемся. По легенде, все действия проходят в химической и радиационно зараженной зоне. Поэтому все маневры военнослужащие проделывают в противогазе. От них требуется в полной экипировке, как можно быстрее добежать до бронетранспортера. Затем продемонстрировать мастерское вождение. Змейка, преодоление рва и крутой подъем. На полигоне условия максимально приближены к военным. Звучат автоматные очереди. Участникам соревнований приходится проходить полосу препятствий в условиях домовой и огневой завесы. С первым местом поздравили экипаж старшего лейтенанта Антона Павликова. Свой расчет подбирал лично. Тот личный состав, который имеется в подчинении. Был индивидуальный подход к каждому военнослужащему. Отбирал по нормативам специальной подготовки и по нормативам вождения. В региональном этапе конкурса «Безопасная среда-2017» участие приняли лучшие экипажи из воинских частей Самарской области. Победителей теперь ждет всеразийский конкурс. В конце июня в Шиханы приедут участники со всей страны. Уже заявлено 13 команд. По словам организаторов, дистанцию планируют усложнить. Кроме того, военные должны будут продемонстрировать умение владеть оружием и меткость. Виктория Викторова, события. Под четким присмотром общественности. Ремонт площади Куйбышева, которая во время чемпионата мира станет местом проведения фестиваля болельщиков, проходит с обязательным участием самарцев. Городские власти советуются с активистами, как лучше сделать. На первом таком собрании побывала и Мариана Мирная. Непривычный для самарского глаза вид площади Куйбышева явление временное. И позитивное. Здесь вовсю идет ремонт. Заменяют асфальтовое покрытие, бордюрный камень и светильники. Все этапы работы обсуждаются с горожанами. Было очень много кривотолков, что здесь фонтаны будут делать, и какие-то киоски строят. А сейчас мы поняли, что просто идет обновление площади Куйбышева. Она будет просто лучше, краше для жителей города. Просто необходимо, чтобы честно принимало решение в этих вопросах. Потому что, ну, многие, может быть, даже глаз замыливаются у руководства. Они, может, что-то не замечают. Люди могут подсказать. Сказать, как сделать, может быть, как ему удобнее будет. Потому что ты благоустройство, благо людей должно идти все. Начались работы по озеленению. Старые высохшие ели и лиственницы убирают. Взамен сажают новые. Чуть-чуть поменьше. Это необходимо, говорят профессионалы. Иначе это не просто некрасивый и неопрятный вид сквера, но и угроза для отдыхающих. Реконструкция площади Куйбышева не затронет памятник Куйбышеву и здание Самарского театра оперы и балета, уверяет мэр Самара Олег Фурсов. На самом деле все будет очень красиво. Мы договорились о том, что не меняется профессиональным образом облик площади Куйбышева, потому что она историческая у нас. И мы привыкли именно к такому виду. Реконструкция подвергается только скверы, и то в плане рекультивации газонов и установки новых автополив, например, тротуарной дорожки. Там туалеты будут придены в порядок, существующие. Топиарные фигуры новые будут установлены. Сама площадь внешне станет более ухоженной и красивой, но принципиально поменяется ее техническое оснащение. Будут смонтированы новые линии коммуникаций для обеспечения воды и электроснабжения. Рабочие проложат электрический кабель, от которого будет питаться техника во время массовых мероприятий. Планируется, что прогуляться по обновленной площади можно будет в октябре этого года. Мариана Мирная, Марина Матвейшина, Григорий Плешаков. События. В Самаре отметили мировую премьеру. 109 лет назад в Струковском саду впервые был исполнен вальс на сопках Маньчжурии. Музыкальное произведение написано на фронтах русско-японской войны. Сегодня в память о тех трагических событиях в истории нашей страны прошел концерт в Парке Победы. Песни и музыку военных лет услышал Сергей Кизоркин. Пятый музыкальный фестиваль на сопках Маньчжурии в этом году прошел в Парке Победы. Историческая площадка Струковский сад, где 109 лет назад состоялась мировая премьера вальса Ильи Шатрова, закрыт на реконструкцию. Первые наброски произведения Шатров сделал еще на фронте русско-японской войны после одного из сражений. Закончил писать вальс на сопках Маньчжурии уже в Самаре, куда переехал Макшанский полк. Я просто восхищаюсь гением музыкантов, которые видели смерть своих коллег и сами были ранены неоднократно. И они остались. И душа, и их талант выдал такую музыку, которая живет не только в России, но эта музыка известна по всему миру. И именно как след русско-японской трагической войны. Первый текст к вальсу написал самарский поэт Степан Петров. Потом было несколько вариантов песен. Михаил Морозов уже не первый год участвует в фестивале духовых оркестров и с удовольствием исполняет вальс на сопках Маньчжурии. Спите, бойцы, спите спокойным сном. Пусть вам присыпаться невыродные очи далекий дом. Тот текст, который именно я выбрал, там несколько текстов, мне кажется, он самый тонкий, самый душевный. И думаю, вот в нем без лишнего пафоса пробуждает все чувства такого тихого патриотизма. Премьера вальса на сопках Маньчжурии состояла в Самаре в апреле 1908 года. Поначалу публика довольно прохладно встретила это музыкальное произведение. Но уже через два года вальс Ильи Шатрова побил, как сказали бы сегодня, все музыкальные чарты. Впрочем, и сейчас эта музыка не оставила равнодушными никого. Я вижу такое более взрослое поколение присоединяется к танцам. Это прям что-то такое душещипательное, очень все приятно. Это подарок для всех жителей. Мы, конечно, с удовольствием, я имею в виду ветераны, пенсионеры, ходим на эти праздники. И действительно, как вы сказали, вспоминаем свою молодость. Всеми струнами души воспринимают эту музыку вальсовую, потому что это наша молодость. Молодежь уже не танцует вальсы, а мы танцевали и танцуем с удовольствием. Концертная программа фестиваля не ограничилась исполнением только вальса на сопках Маньчжурии. Прозвучали и другие произведения времен русско-японской войны. А для погружения в ушедшую эпоху самарцам провели мастер-класс по вальсированию. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Далее, коротко о других событиях дня. Продажу алкоголя в Самаре могут разрешить с 8 утра до 11 вечера. Такую инициативу рассматривают депутаты Самарской губернской думы. По их мнению, эта мера сократит нелегальный оборот алкогольной продукции. Также депутаты выступили за запрет розничной продажи алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, вход в которых находится со стороны подъездов. В первые выходные июля в Самарской области традиционно пройдет Грушинский фестиваль. Из столицы 63-го региона на Мострюковские озера пустят дополнительные электрички. На площадку можно будет уехать на четырех поездах. Составы отбывают 8.44, 12.21, 18.32 и 19.50 по местному времени. А вот все последующие дни фестиваля из Самары начнут курсировать 8 электричек. Билеты лучше покупать заранее. На Самарской набережной зажгут свечи памяти. Сегодня, 21 июня с 21.00 до 22.30, на третьей очереди набережной реки Волга, это Некрасовский спуск, пройдет Всероссийская патриотическая акция. Ее участниками станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители власти, воспитанники военно-патриотических клубов, лидеры молодежных организаций. Всего 150 человек. Акция приурочена к трагической дате начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, когда Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Федеральное министерство труда предложило к обсуждению предварительный график выходных и праздничных дней в 2018 году. Каникулы на 8 марта и 1 мая продлят за счет 6 и 7 января. В следующем году эти даты пришлись на субботу и воскресенье соответственно. Три субботы, 28 апреля, 9 июня и 29 декабря предлагают сделать рабочими. Вместо них выходными днями могут стать три понедельника. 30 апреля, 11 июня и 31 декабря. Таким образом, чиновники предлагают такой график праздничных выходных. С 30 декабря по 8 января, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября. Летнее солнцестояние, или самый длинный день в году, наступил именно сегодня, 21 июня. Астрономическое объяснение этому явлению очень простое. На короткое время, практически на одни сутки, наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. Но еще с языческих времен у народов по Волжье с этим днем были связаны многие поверии и традиции, далекие от научного объяснения. Например, считалось, что в этот день нужно обязательно искупаться для укрепления здоровья, обязательно сбудутся и все загаданные желания. Вернулись с победой. Самарские школьники приняли участие в межрегиональном фестивале дворового спорта, который проходил в Перми. Спортивный праздник организовала федеральная дирекция партийного проекта «Единая Россия. Детский спорт», идеология которой, здоровый образ жизни и обустройство сооружений для массовых занятий физической культурой. Они вернулись с медалями, а встречали их торжественно и с почестями в родной самарской школе номер 77. Детская команда из восьми учеников принимала участие в межрегиональном спортивном фестивале дворового спорта, который проходил в Перми. Юные спортсмены-любители попробовали свои силы в соревнованиях по мини-футболу, баскетболу, волейболу, а также в драмативах комплекса ГТО. Я занял в личном зачете по ГТО в прыжках в длину, прыгнул на 270 метров, там даже близко никто не прыгал. Первое место мы заняли по футболу и третье место по волейболу. В футбол я играю уже 4 года. Фестиваль проходил в Перми в рамках федерального проекта партии «Единая Россия. Детский спорт». Главная задача программы – пропаганда здорового образа жизни и обустройство спортивных сооружений в шаговой доступности. Кроме соревнований на фестивале было немало сюрпризов. У ребят была возможность пообщаться с именитыми спортсменами. Мы хотим, чтобы в каждом дворе была детская площадка, чтобы дети приходили в спортзалы, отремонтированные, сильные, целеустремленные, здоровые молодежь. Это будущие герои, будущие лидеры, будущие победители нашей стране. Олег Зверев, события. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующим эфирам. Встреча с чемпионом. Павел Сухов, победивший на чемпионате Европы по фехтованию, расскажет журналистам о своем триумфе. Пара электронных глаз в самарских дворах устанавливает система видеонаблюдения. Привычные в новом формате. В Самаре студенты колледжей впервые сдают экзамены по стандартам WorldSkills. Глава Самары в прямом эфире ответит на вопросы горожан. В числе важных будут затронуты темы ремонта уличной дорожной сети, благоустройства общественных зон, разработки нового генплана Самары. Звонки в студию принимаются по телефону 926-04-80. Начало эфира сегодня в 19.00. Ну а наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова